Я уже освещал совместные военные учения российско-китайские, которые прошли на фоне скандала, который разворачивается вокруг Тальмайдана, где российские пропагандоны Соловьев и Ижи с ними сделали такой выпад в информационной войне против Казахстана, нанесли такой удар по нашей независимости, переходят, пытаются перейти в практическую плоскость, грозят нам крымскими и донбасскими сценариями. Российские пропагандовские видеоролики о российско-китайских военных учениях все мы прекрасно видели, где конечно же Россия представлена в лучшем цвете, но гораздо интереснее посмотреть китайский вариант этой новости. Китайская глобальная телевизионная сеть, ссылку на оригинал смотрите в описании к видео, выпускает сюжеты и на русском языке, где переводят свои новости с китайского, понятно, да? И китайская новость об этих военных учениях говорит совершенно о другом, вот слушайте внимательно. Практика проведения совместных мероприятий оперативной боеподготовки России и Китая стала регулярной, мы достигли высокого уровня взаимодействия наших вооруженных сил на суши и воздухе и на море. Его наращивание – важное направление дальнейшей деятельности. Китайско-российские совместные военные учения завершились на полигоне Центунся на северо-западе Китая. В них приняли участие более 10 тысяч военных из двух стран. Задействовали более 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий и более 100 самолетов и вертолетов. Это первые совместные маневры, организованные на территории Китая после вспышки по эпидемии. Как отметил министр обороны Кайнер Вейфенхэ, на встрече с главой российского оборонного венуса Сергеем Шойгу, они увенчались с полным успехом и отразили высокий уровень развития межармейских связей. В ходе маневров военные отработали методы введения совместной разведки, проведения антитеррористической операции с десантированием и захватом укрепрайонов условного противника. Кроме того, впервые была отработана единая оправляющая информационная система. На этих учениях войска наших стран вышли на совершенно новый уровень взаимодействия. Мы совместно осуществили подготовку и планирование операции, а также нанесли сокрушительное поражение к условному противнику. В ходе учения российские войска получили очень интересный опыт применения китайской военной техники. Это очень важно, так как при проведении совместных операций необходимо знать не только возможности противника, но и своего союзника, с которым мы сражаемся плечом к плечу. Вот ведь как неожиданно выясняется, да, российские военные поехали в Китай не к своим младшим братьям учить их воевать, а наоборот, сами приехали учиться воевать. Их очень впечатлила китайская военная техника. Единственное, что может предоставить в этом случае российская сторона, это свои бренные души в виде российских солдат, которые, как вот сказал российский военачальник, готовы бок о бок с китайскими солдатами, с китайским оружием в руках, сражаться где-то там и наносить решающие удары по врагу. Правда, вот жаль, что он не уточнил, что это за враг, но если слушать наших беляшевцев и аблизоидов-антикитаистов, враг это, видимо, Казахстан. Да, вот если их постоянно слушать, то Китай спит и видит, как он захватывает Казахстан. Вот теперь мы выясняем, как это будет происходить. Это будет происходить с помощью российских солдат, переобутых в китайские сапоги. Вот она, оказывается, как. Удивляет только один факт, почему беляшевцы, почему вот эти вот антикитаисты-аблизоиды не провели ни одного митинга у российских посольств, не провели ни одного митинга в парке 28-панфиловцев, не снесли ни одного пограничного столба Советского Союза. Протесты перед китайским консульством в Алматы продолжаются уже 19-й день. Эти женщины говорят, что китайские власти не освобождают их близких в приграничном Синьцзяне. По словам участников, почти три недели протестов пока не принесли никаких результатов. Я вот признаю свою ошибку, не к той части общества я обращался все это время, я только обращался к казахским патриотам, а оказывается, наши беляши и аблизоиды-антикитаисты, оказывается, тоже должны сражаться с нами бок о бок, потому что это оказывается и китайской угрозой. Видите, как все замешано и запущено. Ждем, ждем, немедленно ждем митинг аблизоидов-антикитаистов и беляшевцев возле какого-нибудь российского советского символа. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на Facebook, Instagram аккаунты, ссылки в описании к видео. И до новых скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok